Всем привет, это Тоня, вы у меня на канале, и сегодня видео у меня с распаковочками, сборная солянка. Что первое могу показать, это такие мелочи. Я в Wildberries приобрела вот такой контейнер, да, контейнер со шпульками пустыми. Очень радуюсь этой покупке, стоил такой контейнер где-то 300 с чем-то рублей. Я не знаю, наверное, есть и подешевле такие контейнеры, но я не стала искать. Если кому-то надо, ссылочку постараюсь не забыть оставить в инфобоксе. Очень, конечно, удобно, потому что я мучилась двумя шпульками, и каждый раз... А еще с тем условием, что я делаю разноцветные изделия. И вот, например, за раз, допустим, я делаю вот такие партии, да, например, вот разовая партия обложек. Ну, всякие разные цвета, и, представляете, мне каждый раз вот я наматываю... Наматывала на шпульку вот эти вот нитки, да, разные. Вот тоже за раз делала кардхолдер. То же самое, приходилось наматывать ниточки. Вот. Короче, с такой штуковиной жизни стало легче. Слушайте, закончились у меня, в общем, тут скрепочки золотые. А бантики я делать люблю в планеры. Меня прям кайфует. Знаете, как самую точку ты ставишь в работе, когда, да, заканчиваешь ее. И что бы вы думали, я не нашла, ну, вблизи дома я не нашла золотые скрепки. Думаю, ну, вот это да. Когда не надо, они на каждом углу, когда надо, их не найдешь. Ну, это просто капец. Вот. Но ничего у меня. Мама, слава богу, купила. И приехал ко мне заказ Simoland. Это моя такая пробная, пробничек был, да. Потому что я ни разу вообще за эти все годы не заказывала ничего на Симе. Кроме пару раз, когда заказывала в совместных закупках. Но это не то, потому что надо платить, во-первых, там какой-то процент в саму закупку, да. Как это сборы, не сборы называются, не помню. Ну, то есть организатору, чтобы какая-то копеечка капнула. И плюс ты еще будешь платить до себя пересыл. Ну, и как бы вообще невыгодно. И первый раз вот я заказывала к себе сама, одна. И что я в полном, почему я в полном восторге? Потому что мне не пришлось платить за доставку. Вообще абсолютно. Потому что есть там такая функция. Я не знаю, как это работает. И везде ли можно, ну, в любое ли место можно отправить заказ. Именно бесплатно. Ну, короче, рассказываю. Я живу рядом с Санкт-Петербургом, но все-таки в деревне. И это надо понимать, потому что, допустим, тот же СДЭК, когда он был у меня открыт под окнами, такую доставку здесь ставил, что у нас округлялись глаза. То есть у меня и у того человека, кто отправлял. Вот. Если договор с магазинами, все ок. Там недорого, да, как и везде. А если просто человек отправлял, то, например, в Санкт-Петербургский офис выходило там 170 рублей. А до меня, хотя я нахожусь там, не знаю, в 20 минутах езды, от того офиса до меня было что-то больше тысячи. Ну, то есть надо понимать, что это все-таки деревня. Да, очень близко к Питеру, но деревня. Статус такой, да. Вот. Я боялась, что, ну, на нас это не распространяется. Но мое удивление все-таки это дело работает. Если я, допустим, набираю больше, чем на тысячу, то доставка действительно бесплатная. Выдача в пункте Озон. Вот. Поэтому я очень довольна. Вот единственный косяк, который произошел. Замятие на этих, на наклейках. Вот. Но я надеюсь, что выправится. В общем, что я заказала? Я сначала вот эту штуку не заказывала, но все-таки, когда я поняла, что у меня там не было добора до тысячи, какой-то, ну, совсем там несколько рублей до тысячи не хватало, и мне не выставляли возможность забрать в этом пункте. Вот. И я уже думаю, что-то надо кинуть в корзину до тысячи, посмотреть, будет, появится ли эта доставка. Да, вот я кинула вот этот фотофон, и сразу же доставка появилась именно в этом отделении. То есть у меня есть пункты выдачи. Как эти, постаматы, да, другие, кроме этого отделения. Да, туда можно, но это за деньги. То есть это не бесплатно. А вот если бесплатно хочешь, то там уже надо, чтобы заказ превышал тысячу рублей. Ну, окей. В общем, что, нет никакой накладной симы вообще. Вот это для меня было удивительно, потому что всё-таки такой большой магазин серьёзный. Не знаю, почему так. Вот этот фотофон стоил чего-то порядка 200 с чем-то рублей. Может, 260, что-то такое. 45 на 45 сантиметров. Мне просто... Мне просто захотелось какой-то новый фотофон. Я, конечно, от чего-то погорячилась. Подумала, что мне этого достаточно. 45 сантиметров. Но с другой стороны, в принципе, да. Если, допустим, там по бокам чего-то накидать, каких-нибудь тканей, то почему бы и нет, да. В принципе, достаточно. Вот с одной стороны такая тёмная деревяшка. Симпатично, да, смотрится. А с другой стороны вот такая ткань. Тоже симпатично для чего-то маленького, да, пойдёт. Уголки замятые немножко. Вот тут особенно хорошо видно. Но уголок и уголок, и бог с ним, я сильно не расстраиваюсь. Единственное, что вот на самом фоне, на светлой части, видно вам или нет затёртости? Не видно. А вот здесь по краю идут такие, как будто грязь немножко. Вот это вот. Ну, если на камере не видно, то эффекты с ним, наверное, да. Вот, что, заказала наклейки. Заказала наклейки двух видов, потому что интенсивно стала делать лайнеры. И те запасы, которые у меня были давнишние, они подошли уже быстренько к концу. Вот, поэтому я вот заказала, ну, обычные артузоровские наклейки. Такой вид бежевый и розовый. Ну, я считаю, что... Я считаю, что, в принципе, для всех расцветок должно пойти. Допустим, потому что к тому же сиреневому цвету такой больше розовый подойдёт цвет, да. К каким-то, допустим, коричневым цветам то подойдёт бежевый. Ну, то есть, можно варьировать, да. То есть, это не только для бежевых и розовых планеров подходят такие наклейки. Короче... О, достала. Думаю, доставать, не доставать. Ну, они такие тоненькие, как обычно, ничего особенного. Но как дополнение к заказу, очень-очень-очень миленько смотрится, выглядит и очень хорошо дополняет. В следующий раз, я так думаю, мне нужно обратить внимание на карточки. Карточки у меня ещё есть, конечно, но тоже надо посмотреть. Может, что-то новенькое появилось. Вот. Ну, симпатично. Дальше. Красотень, красотень. Вообще. Вот эти все разделители, я взяла несколько ацетатных разделителей, и я сейчас буду рассматривать их подробно. Кому не интересно, пролистывайте. Взяла вот побольше ацетатных. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И две, два варианта картонных разделителей. Вы знаете, самое удивительное, что картоночки это дороже стоит, чем ацетаты. Я вообще не поняла логики, такой логики. Единственное, плохо, что здесь не указана цена. У меня нет накладной, и, естественно, у меня нет памяти, чтобы вам сказать цены. Но на картонные разделители, насколько я помню, ценник был порядка 140 рублей. А ацетатики были и какие-то по 50 с чем-то, были какие-то по 70 с чем-то. Какие-то вот самые дорогие, по-моему, а нет, самые дорогие тоже стоили 140. Это единорожки. Но я не смогла удержаться. Мало ли, закажут какой-нибудь детский планер или babybook. Еще классно будет, девчачий. Вот. А так, ацетатики мне стоили, ну, там, максимум 90 с чем-то. Ну, здесь разный вообще разброс цен, но вот картоночки стоили дороже всех. Вот какое-то белое пятнышко. Ну, ладно, не суть. Очень круто, что они двусторонние. Прямо огонь. Огонь. Меня почему останавливают заказать вот эти дешевые листы арт-узора, которые хорошо подходят в блокноты. Знаете, с фольгированием, таким мощным фольгированием. Меня останавливает то, что они односторонние. то есть, блин, да, с лицевой стороны красиво, ну, для блокнота, а с обратной стороны все белое и такое не очень. Вот. Размер четырнадцать с половиной на двадцать один. Но у меня, в принципе, все странички в блокнотах именно такого размера. Ничего нету под рукой, чтобы примерить. Но четырнадцать с половиной это без вот этого, как это, как это назвать? Таба. Без таба. Вот. Короче, давайте посмотрим. It's your day. Тут без надписи. Me book. Ну, это, наверное, лицевая страничка должна быть, да? А здесь еще и без табов есть разделители, две шт... Ой, вот это красиво. И вот эта вот красивая сторона. Слушайте, а я вообще считаю, что в один планер столько разделителей вообще нафиг не надо. И мне кажется, что это рассчитано на два планера. Вот, если честно, в одном планере вот эта заглавная страничка, в другом вот эта заглавная страничка, да? Раскидать вот это вот, вот так, да? И вот так. Ну, прям вот, у меня три комплекта сложились. Единственное, вот эти табы, они не смотрятся в таком случае. Нет, все-таки, наверное, это один набор, да? Из этапов. А так вот, именно по стилистике, по оттенкам, вот у меня два разных набора сложились. Ну, короче, не знаю. Но я считаю, что в один планер шесть разделителей, да, блин, ну куда? Зачем так много? Вот, дальше давайте посмотрим принты. Мне очень интересно. Я давно не покупала ничего такого бумажного, да, принтованного. Мне так классно поразглядывать. Вот у нас обратной стороны есть все принты. Очень красивые, конечно. Давайте посмотрим поближе. У вас, конечно, ну, я извиняюсь за вот эти тени безумные. Но это все от того, что я снимаю перед окном. Hello, new day. Очень классно. Причем картон, прям картон. Не плотная скраб-бумага, а картон. Но все равно симпатично. Мне вот этот набор прямо очень нравится. Freedom. такой темный. Очень, очень, очень заходит мне хорошо. Вот такой наборчик. Мне нравится. Очень. Классный получится какой-нибудь планер. И ацетаты. Это вообще любовь. Причем, я когда покупала, я такое ощущение, что видела размер, что они, типа, длиной 25 см. Я распереживалась. Думала, как я буду их подрезать, а вдруг я что-то неровное сделаю. Но нет, на самом деле, вот сейчас я, видимо, более внимательно смотрю, и все в порядке. Без таба разделитель 14,5 на 21, именно такой размер странички я делаю в планерах от 5-го формата. И значит, вместе с табом, то есть вот с этой вот штучкой 15,6 на 21. Ну, нормально вообще, огонь. Ой, я прям вижу планер, понятное дело, в каких оттенках, да, голубой и серебро. И прям вообще будет круто смотреться. так классно вообще. Заглавная страничка план и вот такая голубая точка без таба. Дальше I'm very bass. Я не знаю, что это значит, надо переводить. Такая геометрия, симпатичная, вообще очень классно. Мне очень нравится, как сочетается вот это серебро и голубой, нежно-голубой цвет. Вот такой вот разделитель. Серебряная и голубая точка, тоже с табом. Серебряные звездочки. Очень классно, но тут закосячен листочек. Не знаю, видно вам или нет. Лишнего фольгирования нанесли. На самом деле я не запариваюсь над такими мелочами, честно. Вот такие, такой большой, огромный даже горох. Тоже с табом. И вот такой без таба разделитель. полосочки. Наборчик одобряю, нравится, прям, да, кайф. Вот знаете, это дополнительное вдохновение, когда ты делаешь планеры, ты там знаешь, какие странички там вставишь, и чтобы все совпадало, понятно, что будет как-то все подбираться. И вот такие листы-разделители, они как дополнительная такая вишенка на торте, когда ты делаешь какой-то планер, ты думаешь о том, что вот я сделаю сюда такие вот бантички, вот блок сюда вставится, как подойдет все по тональности, по цветам. А теперь я еще и буду думать, а вот в этот планер я оставлю вот такие листы-разделители, и он будет просто идеальным. Я прям предчувствую, что именно так я и буду думать. вот так. Дальше наборчик уже... А, знаете, вот в сравнении вот с этим набором, да, то есть они похожи в том смысле, что он тоже голубой и тоже с серебром. Но вот здесь это, ну, без сомнений говорила, нежно-голубой цвет. Но когда вот мы смотрим вместе вот эти два набора, то приходит, знаете, какая мысль на ум, что вот это голубой, а вот это нежно-мятный цвет. Вот как-то так. Не знаю уж почему. Вот. А вот здесь такой вот именно красивый голубой цвет. Давайте по отдельности посмотрим. Превращаем мечты в цели. С табом. Вот такие звезды. Там были немножко другие. Здесь такие как будто ночные, да, звездочки. Мультяшные. Здесь вот такая вот полосочка очень тоненькая, серебряная, красивая. Вот такой разделитель очень классный. Но здесь было бы круто какое-нибудь слово добавить, да, только на цитаты его никак не добавишь. Ну, хотя можно добавить из этого с термотрансфера, да, но я с этим точно заморачиваться не буду. Вот такие придолговатые как будто бы я не знаю что это, дождик. Вот. И вот такой вот разделитель без таба. Классно, мне нравится. Мне, видимо, все наборы будут нравиться сейчас. так, следующий тут вообще такой девчачий-девчачий, яркий, очень классный. Сейчас я сооружу, где он открывается. Так, ну, давайте смотреть, рассматривать. Вот что-то они склеились. так, вот такое розовое безумие. Огромные сердца, тоже очень классно. Ну, и опять же говорю, что, наверное, для какого-нибудь либо подросткового, либо по какому-то специальному запросу, потому что сама я для взрослой четеньки такое не вставлю. то есть это надо обсуждать, конечно. Вот такая клетка ярко-мятного цвета, очень классная. Вот такой желтый яркий цвет, да, как преображаются цвета на белом фоне, нежели когда ты просто смотришь на него без фона. Так, опять же дождик такой продолговатый, только теперь цветной, красиво. и вот такие нежные, так, это, наверное, обратная сторона, вот, такие нежного цвета к яркому полосочке, красиво. Ой, следующий набор прямо мне в душу запал, я бы так сказала. С удовольствием сейчас его порассматриваю. он как будто с бронзой, да? Так, вот такая расцветка очень интересная, тут красивый глубокий синий, красивый нежно-розовый, красивый такой уже не нежно-розовый, а ну и не красный, да, какой-то такой как какое же слово-то подобрать, лососевый, мне кажется, и плюс бронзовое фольгирование, очень красиво смотрится. Так, дальше вот такая мелкая и частая точка, тоже сфольгированная, вот мои планы, красивый разделитель, очень, и здесь вот цвета хорошо видны. Дальше полоска, тоже бронзовая, красивая, мне очень нравится этот набор, уже сразу могу сказать. Вот такие неравномерные какие-то точки пятна и вот такие вот что-то конфетти, да, конфетти. В общем, классный набор. Дальше единорожки, вот это самый самый дорогой набор из ацетатиков. Не все там, конечно, есть в наличии на Симе, некоторых нет, те, которые мне очень хотелось приобрести, они очень красивые, это классная вообще идея. Я на самом деле скептически к ней относилась, пока не стала заниматься планерами, потому что я посмотрела на цены ацетатных листов 30 на 30, обалдела, а с другой стороны, но все равно надо какой-то ацетатик хотя бы один ставить вперед, вот, ну, перед заглавной страницей, чтобы защитить и для красоты, и для защиты, и когда один лист стоит там минимум 90 рублей, но это как-то ну так по кошельку бьет, вот, а меньше листочек там 20 на 20 не возьмешь, потому что длина страницы 21 сантиметр, а здесь целый набор можно купить за 90 рублей, это без акции, а с акции ты можешь взять и за 50 рублей, ну извините, тут 6 листов, поэтому конечно такие разделители брать выгоднее, как по мне, вот, есть акцитаты, которые стоят дешевле 30 на 30, но они там допустим все какие-то ну с розочками, да, ты же не будешь там в строгий планер ставить акцитат с розами, это будет как-то глупо выглядеть, ну такой баблгам, да, красивый нежный набор, вообще для девчачьего какого-то планера или дневничка очень красиво будет смотреться, оттенки классные, и вот такие розовые единорожки, опять же с серебром, кстати, я заметила, что у меня ни одни разделители не идут с золотом, да, да, они все с серебром идут, вот, с серебром все, и один с бронзой, а с золотом ни одного, интересно, ну и вот такой заключительный набор, тоже тут основная тема розовая, да, тут просто фоновые, насколько я понимаю, без всяких слов, вот такая интересная, такой интересный разделитель, полосочки голубые, мраморные, дальше, 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 что тут у нас, а вот опять-таки пузырики баблгамные розовые с белым, почему баблгамные, потому что они как будто такие конфетные, очень классные, вот, и, а нет, тут два, вот такой розовый и вот такой нежно-розово-белый разделитель, ну, я в любом случае довольна, мне все наборы хорошо зашли, очень и не все красивые, достойные, и плюс ко всему, вот я уже объяснила, почему я считаю, что они выгоднее, просто потому, что лист 30 на 30 слишком дорого стоит для того, чтобы пустить его на один заглавный разделитель, да, то есть из одного ацетатного листа, но хотя, если считать без табов из одного листа можно сделать два разделителя, то есть ровно по страничке, да, потому что ширина там 14,5, высоту отрезаем, да, там получается два разделителя, а вот если ты хочешь сделать ацетатик с табом, то, извините, из одного листа 30 на 30 только один разделитель и получится, вот такие вот нехитрые расчеты в моей голове, я понимаю, что, ну, невыгодно брать, по листу выгодно брать вот такие наборы, и я что-то, наверное, предполагаю, единственное, обидно, что нет для мужских блокнотов вот таких разделителей, вот их действительно нет, там еще были, вот то, что я не взяла, меня не вдохновило, там цветовая гамма, там еще были два набора, которых я не взяла, там зелено-фиолетовый набор, и то, я вот сейчас смотрела уже, когда вчера получила заказ, я снова залезла на симу, что-то мне надо было не забыть, кинуть в корзину, не помню, что, я уже на те разделители посмотрела, что, блин, как-то ничего, не надо бы прикупить тоже, а вот еще один набор, там такой осенний гамме, там какой-то голубо-оранжевое, что-то такое, и, по-моему, с листочками осенними, опять же, если я не ошибаюсь, ну, она меня просто не вдохновляет, эта тема пока что, поэтому я не стала их брать, но, думаю, что для разнообразия можно будет взять, вот, такие у меня пока покупки, пока больше ничего не купила, но вообще на выходных планирую сходить, походить по швейным магазинам, потому что собираюсь в город, не знаю, осуществлю я эти планы или нет, ну, вот, если да, то я запишу еще, наверное, какую-то, какую-то часть с тканями, почему пойду в тканевый магазин, почему собираюсь, потому что у меня прям беда в плане флиса. Меня категорически не устраивает качество флиса на Валдбересе, я брала плед, и, по-моему, даже с вами не делилась этой своей покупкой, ну, уже давненько, как-то я озвучила, что еще, вот, мне посоветовали обратиться на Валдберес, и вот у меня остался, вообще, небольшой тут отрезик этого флиса, что я хочу сказать, он еще тоньше, даже флисового пледа из Икея серого цвета, полосатый, ну, то есть, понимаете, да, какое тут качество на букву Г, он очень тонкий, очень не, как это сказать, да, невнятный, что ли, да, то есть, вот, обложка у меня, она, такое ощущение, что она там вообще ничем не проложена, хотя там есть флис, но он не дает никакой вот этой, вот, знаете, красивой, для чего мы флис добавляем, да, для того, чтобы обложечка стала тактильно приятная, чтобы, когда мы прошиваем эту обложечку, вот эта строчка шла и немножко утопала, так аккуратненько, деликатно, но утопала, для красоты, опять же, ну и что, это настолько тонкий флис, что он не дает вообще никакой толщины, и меня это жутко раздражает и бесит, и расстраивает вообще, вводит меня в какую-то депрессию, короче говоря, ничто пока я не видела, никакой хорошей замены тому самому белому пледу из икеи, но сейчас увидела, короче, хороший по качеству флис в сторису одной мастерицы, сейчас вспоминаю, как ее зовут, не вспомню, я извиняюсь, у меня просто память плохая, особенно на имена, вот, короче говоря, спросила, вижу, прямо на видео видно, реально, что флис классный, хороший, качественный, по типу вот того белого языка, я тут же пишу с извинениями за беспокойство, но вот с просьбой рассказать, где я брала флис, просто в тканевом магазине, поэтому посмотрю, я предполагаю, что в тканевом магазине, конечно, он будет стоить в разы дороже, ну, посмотрим, посмотрим качество, посмотрим цены, приценюсь, может быть, и решусь взять какой-то отрез, ну, потому что с этим флисом работать одно разочарование, поэтому, ну, зачем себя расстраивать, нужно просто искать какие-то другие варианты, все, включусь, когда включусь, еще одна часть для обзора покупок, и сегодня я хочу вам показать, рассказать, поделиться и спросить, в общем, много чего хочу, у меня, кстати, вот, красивая покупка для себя, ручка, смотрите, какая классная, с буковкой А золотого цвета, купила в совершенно неожиданном месте в этот магнит-косметик, сначала первая мысль была накупить, ну, много таких ручек, чтобы вкладывать в планеры, но увидела цену и решила, что, ну, дороговато, 130 рублей, а так, ну, если бы под заказ, тогда можно было бы, да, а вот наперед накупить, ну, это дороговато, так, давайте поговорим о флисе, я искала флис, по-моему, в каком-то из видео я говорила про флис, говорила, что я совершенно недовольна качеством флиса с Вайлберис, ну, там, к слову, не просто флис, да, а плед, плед флисовый, да, но это нам привычное дело, почему бы нет, мы же в Икеа брали хорошие пледы в свое время, да, белого цвета, все их помнят, я думаю, они были классного качества, и плюс ко всему они же белые, то есть они подходили вообще под любую ткань, но со временем с продажи сняли, да, белые пледики, мы стали брать серые, полосатые, но у них уже не тот, не то качество, они тоже тоненькие очень, и вот этот плед, который я брала на Wildberries, у меня такое ощущение, что я уже повторяюсь, но я все-таки скажу, он еще тоньше, то есть еще хуже качества, и мне вообще это жутко не понравилось, купила я его что-то в районе 300 рублей, сейчас уже не вспомню, сколько он стоил, короче, мне не нравилось качество его, вот, и что, пошла я в магазин тканей, чтобы найти флиз, нашла, и обалдела от цены, вот, посмотрите, какой совершенно, как сказать-то, дикая расцветка, просто дичайшая расцветка, но хотя бы подешевле, значит, однотонные в швейном магазине конкретно в том, что была я, но я думаю, что плюс-минус везде все одинаково в обычных магазинах, поэтому, ну, не знаю, опять же, могу ошибаться, однотонные в магазине стоили 600 рублей за метр при ширине 150 или 160, а вот такие дикие расцветки, там их было и много, ну, несколько, да, они стоили почти 400 рублей, они стоили, 399, что-то такое, представляете, флиз даже вот такой расцветки стоит 400 рублей за один метр, то есть, это не небольшой плед, как мы привыкли, да, за такую цену, а это один метр на полтора метра, вот, ну, тут у меня был остаточек, его продали по сниженной стоимости за метр 330 рублей, 75 сантиметров вместо метра, ну, короче, но зато он очень-очень плотный, очень плотный, я давайте вам для сравнения покажу сейчас два изделия, смотрите, обложка одного планера, я сейчас прошу обратить внимание на вот место, где проходит строчка, да, то есть, тут у нас практически нет бугорка, вот здесь флис, вот этот, с Валбериса, то есть, тоненький, и вот обложка планера, в котором вставлен вот такой коричневый плед, ой, флис, опять же, обращаем внимание на место, где вот проходит вот эта строчка, и виден отчетливый бугорочек, вот, ну, короче, я думаю, что, да, и зрительно видно, и рукой ощутимо разница, вот, поэтому я и хотела все-таки найти какой-то вариант, но, я так понимаю, что, либо ты платишь приличные деньги за флис, то есть, за расходник, опять же, да, надо же понимать, что это все-таки расходник, и лучше, ну, не лучше, а логичнее искать места, где расходники можно взять подешевле, потому что мы и за те материалы, которые идут, которые именно несут эстетику изделию, будь то пушзам, или бумага, скраб-бумага, да, или вот такое, тут, тут, да, тут лучше не скупиться, потому что если ты купишь дешевый какой-то материал, то все, изделие потеряет свой вид, но расходники, мы, я считаю, что это важно искать выгоднее, да, и, честно сказать, я в растерянности вот конкретно по поводу флиса, потому что я не вижу пока альтернатив каких-то, потому альтернатива есть только худшего качества, вот, а так, чтобы и качество было хорошее и подешевле, я пока не знаю таких магазинов, и если у вас есть какие-то варианты, если вы нашли, поделитесь такой ценной информацией, у меня вот такая просьба, дальше, какие у меня были покупки, кольцевые механизмы, я не говорила во влоге, в обычном, я взяла в магазине gift decor у Ольги Журавновой, это закрытый скраповый магазин, но она как бы при случае мне вот помогает, я взяла несколько опятых кольцевых, серебро на 4 отверстия и парочку вот таких от 6 забрала последние, у нее оставались вот в цвете, это какой цвет, бронза или медь, кошмар, каждый раз путаю, вот, так что пополнилась запасы, но тем не менее я все еще в поиске вариантов вот таких кольцевых, это опятый в золоте, потому что в серебре у меня вот благодаря Ольге много теперь, ну как много, ну на первое время, да, хватит, а вот именно опятых, но в золоте, к сожалению, у меня вот последний, причем здесь кольца маленькие, всего на 2 сантиметра, это очень маленькие кольца, мне недостаточно, особенно для опятого формата, если для шестого формата еще более-менее куда не шло, то для опятого чересчур, конечно, маленькие, и вот я в поиске, я прошерстила Алик, но, к сожалению, я не нашла достойных каких-то вариантов, потому что, извините, если кольцевой стоит 60 рублей, допустим, да, то доставка к такому одному кольцевому 180 рублей, это, и как бы я не пыталась оформить заказ, допустим, 10 кольцевых, да, и было бы логично, если бы доставка была для всех 10 кольцевых одна, да, тогда я бы понимала, что да, это действительно плата за доставку, но на самом деле это просто обман, потому что за каждый кольцевой одинаково идет накрутка за доставку, но это, по мне, это просто обман, это просто, ну, как бы, из одной статьи расходов в другой, да, перетекает, если бы, допустим, кольцевой действительно стоил 60 рублей, я бы взяла 10 штук, это 600 рублей, и заплатила бы один раз 180 рублей за доставку, окей, это очень выгодно, прям респект продавцу и все такое, но на самом деле кольцевой стоит 60 плюс 180, это сколько, 240 рублей, с бесплатной доставкой, да, мы же практически, мы привыкли, что на Алиэкспрессе бесплатная доставка, но продавцы вот мухлюют таким образом, по-другому не скажешь, поэтому Алиэкспресс я отвергла, и я имею ввиду, как поставщик кольцевых механизмов выгодных, да, есть один магазинчик, где кольцевые более-менее, более-менее приемлемой цены, например, вот золотой А5 формата с диаметром 2,5, там стоит, по-моему, 145, что ли, рублей, да, но это не 220, не 230, все-таки подешевле, все-таки немножко выгоднее, но мне, к сожалению, хозяйка не отвечает, поэтому я пока не могу рекомендовать этот магазин 100%, и у меня опять же просьба, если у вас есть такие варианты, где есть в наличии кольцевые, и они в наличии в такую цену, ну, примерно в такую, там, 150 рублей, да, в среднем, то напишите, дайте ссылочку, пожалуйста, я вам буду очень благодарна, потому что в поиске, в поиске я хорошего поставщика кольцевых механизмов, вот, дальше мне пришли еще вот, посылочки с Алиэкспресса, и на этом я закончу, покажу вам их, заказала наконец-то, я не знаю, почему я так долго тормозила, и не заказывала маленькую кисточку для клея, на самом деле здесь целый набор, мне, в принципе, нужна была одна, но маленькая, но я, почему я заказала набор, я не знаю, и даже не спрашивайте, зачем, вот, я пользуюсь вот такой кисточкой уже довольно давно, но, что хочу сказать, сама по себе кисточка для клея, это суперудобная вещь, я прямо оценила за все вот это время ее полезность, но мне вот эта вот широкая, как это сама кисточка, да, мне широкая площадь, не очень нравилась, в некоторых местах прям хотелось чем-то тоненьким залезть, ну, например, там, не знаю, когда уголочки мы подгибаем, вот, и что, и, 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 и тормозила, я не заказывала маленькую кисточку, вот я ее уже опробовала, третью, все прекрасно, но непривычно, конечно, что она такая малехонькая по сравнению вот с этой, да, но я рада, что у меня наконец-то появилась такая маленькая кисточка, я ужасно рада, то есть у меня гестальт закрыт, потребность, вот, так что ссылку я оставлю под видео, так, что еще, так, одну, наверное, я поставлю на рабочее место, две уберу, мало ли я куда-то потеряю, ту, и у меня будет на замену, так, и еще классный заказ, наконец-то я заказала кнопочки, и они ко мне пришли, я безумно рада сейчас его, потому что что-то я очень долго оттягивала этот момент, когда мне нужно заказать кнопки, я не знаю, почему, опять же, вопрос из-за разряда оставшихся без ответа, потому что кнопки у меня вполне носной скоростью улетучиваются, и вот сейчас эти пришли, и я думаю, что я закажу еще в догоночку, что хочу сказать, кнопки обычные, тонкие, то есть есть разница, сейчас покажу, вот эта кнопочка толстая, фокус, фокус, вот эта кнопка толстая, а вот эти кнопочки тоненькие, чтобы вы понимали разницу, на Simuland вот такие толстые можно заказать, ну, они, на самом деле и на Алиэкспрессе можно заказать, прям, очень подешево, очень дешево, в большом количестве, по-моему, 50 штук, что ли, пакет продается, недавно видела, и буквально там за какой-то бесценок это продается, но они толстые, конечно, приятнее, когда вот такие вот миниатюрные красивые кнопочки, что, вот эти два заказа мне пришли за две недели, девочки, две недели, я реально отвыкла уже от такой доставки, ну, когда заказ маленький, я имею ввиду, что если с Алика заказывает что-то дорогое, тогда, да, оно придет быстро, а когда ты там заказываешь что-то, там, не знаю, ну, на 500 рублей, два месяца как минимум, да, а тут две недели, и я вообще не знаю, прям, в ладоши хлопала, думаю, ничего себе, и вот интересный вопрос, что я вообще эти кнопочки заказывала по ссылке, которую дала другая скрабушка, и тоже она хвалила доставку быстро, я думала, что это только кнопки такие, ну, продавец этих кнопок такой мега скоростной, но на самом деле у меня и кисточки в итоге пришли очень быстро, и такой у меня вопрос в голове созрел, думаю, а может быть Али и так заработала круто, что теперь все посылки будут так быстро доходить, я не знаю, ну, конечно, обнадеживаться не стоит, но все-таки такой вот положительный момент, на кнопочке я тоже ссылку оставлю и себе, пожалуй, закажу еще, раз такое дело, раз всего две недели, прям вообще огонь, отличненько, можно еще серебра заказать, пару пакетиков, вот, вот и все, все мои покупки, ну, еще недавно в магазинчике, просто, в физическом магазинчике канцелярском, взяла вот такие вкладыши на паспорт, под автодокументы в холдеры, на которые у меня сейчас проходит акция, да, в распродажном видео у меня есть, вот, взяла еще автовкладыши, все, теперь все точно, дальше, думаю, записывать пока ничего не буду, потому что у меня, в принципе, заказов никаких нет, так что закончу на этом обзор покупок и встретимся с вами в следующем видео, всем спасибо за внимание и пока-пока!